Некоторое количество фреймов в один аудио-пакет, кодируем его и зачастую следующий пакет зависит от предыдущего пакета. Примером сжатых аудио-форматов может служить MP3 или FLAC. Отличие между MP3 и FLAC тем, что FLAC сжимается без потерь качества, но он занимает гораздо больше памяти, нежели MP3. MP3 сжимает аудиофайл с потерями и занимает гораздо меньше памяти. В Apple существует такое понятие, как канонический аудио-формат. Этот аудио-формат является форматом типа Limer PCM, он является базовым форматом и служит для того, чтобы конвертировать один формат в другой. Сначала происходит конвертация с исходного аудио-формата в Limer PCM, то есть канонический, и после этого в требуемый аудио-формат. Сейчас я немного расскажу вам о эксперименте, который мы проводили у себя на проекте. Он заключался в том, что случайно было выбрано 10 треков, некоторые из них были FLAC аудио-формата, некоторые были MP3. То, используя Apple-овские девайсы, iPad и iPhone, мы не ощущали большой разницы между MP3 и FLAC. Девелопис нашей команды угадывали просто с 50% вероятностью, где MP3, где FLAC наш топ-менеджер из 10.9 назвал правильно, но это один человек из команды, и после этого мы решили, что все-таки, если мы не используем хорошее оборудование для воспроизведения звука, то есть сильные, мощные звуковые карты, аудиокарты, то нет смысла использовать FLAC, так как мы выделяем очень много памяти под них, и особенно это сказывается на аудио-стриминге, так как если бы мы использовали FLAC, мы бы передавали огромное количество данных. Информацию о аудио-форматах Apple хранит в такой структуре. Эта структура, если вы видите, достаточно информативная, я сейчас попытаюсь рассказать о каждом из них. Первое поле, это sample rate, обозначает, исходит из названия sample rate, аудио-формата, то есть количество сэмплов в секунде звука. Следующее поле, это формат IT, это четырехзначный код, который обозначает тип аудио-данных, которые находятся в треке. Все эти коды можно узнать из Core Audio Types файла, где каждому коду есть свое значение, можно посмотреть, какой это формат. Следующее поле, это формат FLAC, оно несет дополнительную информацию о типе аудио-файла. К примеру, каким способом зашифрованы данные в треке или порядок пакетов в аудио-данных. Дальше, байт в свой пакет, это сколько байт в одном пакете аудио-звука, фрейм в свой пакет, сколько фреймов в пакете, сколько каналов в фрейме. И последний план, там, нельзя. В IES он не используется, его значение всегда равна нулю. Используется, скорее всего, у разработчиков от MAT.IS. Данная структура содержит только метаданные о аудио-дреке, но самих данных, самого звука не содержит. Предыдущая структура описывает, содержит данные о как жатых аудио-форматах, так и нежатых. И она несет полную информацию о нежатых аудио-форматах, а о нежатых аудио-форматах. Нам нужно использовать дополнительную структуру, которая несет информацию о оффсете, то есть положении пакета, так как следующий пакет часто зависит от предыдущего, как я уже говорил, жатых аудио-формата. Следующее поле. Variables frames in bracket. Количество фреймов в одном пакете может меняться. И если это значение меняется, то в предыдущей структуре, frame square bracket, это поле будет равна нулю. Если это поле равна нулю, то мы смотрим на поле в этой структуре. И последнее поле, data byte size, это количество байт в одном пакете. Чтобы заполнить эти структуры, то есть узнать информацию о аудио-данах, мы можем использовать несколько аудио-хелперов, которые нам предоставляет Apple. Все эти аудио-хелперы доступны в framework in audio.box. Достаточно просто ими пользоваться. И существует еще один тип данных, который можно описать. Тип аудио-данных в файле. Это magic cookie. Ничего общего они с тезкой из веб не имеют. И все, что нужно AS-девелоперу, чтобы узнать информацию о аудио-файле, это проверить, есть ли эти magic cookie в аудио-треке. И если они есть, просто передайте дальше. И в helper и AS сам позаботиться о том, чтобы достать эти данные и заполнить эти структуры. Существует, как я уже говорил, разное количество форматов аудио-файлов. Одни очень хороши и для гуманов музыки, скажем, флаг. Если вы ощущаете разницу, то очень хорошо для вас подойдет. Если вы ощущаете большую разницу, или же хотите сэкономить трафик, то вам отлично подойдет IP3. Есть еще такие аудио-форматы, которые специально разработаны для Voice Over IP. Они не так чувствительны к потере данных, что часто бывает при разговоре по сети, при передаче аудио-данных в сети. И занимают мало места. Итак, мы перешли к третьей части моего доклада. Это Core Audio. В ней я расскажу о пяти разных способах проиграть звук. Первый способ – System Sound Services. Это самый легкий, самый элементальный способ – это проиграть аудиозвук. Второй – AV Audio Player. не менее легкий, но имеет немножко больше функционал. Аудио-юниты и аудио-хью, они немножко сложнее, но дают нам больше возможностей играть звуком. И последний – Open Trail. Он предназначен для воспроизведения звука в основном в гейм-индустрии. Итак, первый способ – System Sound Services. Видите, достаточно легко воспроизвести звук. Нам всего лишь нужно указать путь к аудио-файлу. Дальше создаем System Sound ID и говорим аудио-сервису проиграть этот ID. Этот метод достаточно простой, как я уже говорил. Он работает достаточно быстро, но три таких больших недостатка имеют этот способ. Первый недостаток – он работает только с PCIe и IMA4 форматами аудио-данных. Также работает только с тремя форматами аудио-файлов – это TAP, IMA4, и способен воспроизвести не более чем 30 секунд аудио-данных звука. Второй способ – не менее простой. Плюс его в том, что он способен воспроизвести практически любой аудио-файл, с которым может работать IOS. Недостаток его в том, что он достаточно медленный. И если мы укажем URL к файлу и создадим плеер с этим URL, то не вызвал сразу play, но ощутим большую задержку перед тем, как мы указали путь к файлу и вызвали play. Если предварительно перед тем, как вы взять play, вы взять prepare play, то аудио-плеер и аудио-плеер начнет предзагрузку аудио-файла, и когда он заполнит свои аудио-буферы некоторыми данными, и после этого вы взять play, то проигрывание начнется мгновенно. Это удобно, когда мы хотим повесить звук какой-то на нажатии кнопки. К примеру, при создании скрина мы можем указать путь к файлу, создать сам play и сделать prepare to play, а в момент нажатия кнопки просто выделать play, и тогда мы задержки не ощутим. Но для проигрывания больших аудио-файлов, когда пользователь хочет переключаться быстро нижним треками, он не подходит. Следующий способ – аудио-юнит. Это самый низкоуровневый способ воспроизвести звук в iOS. Ниже уровнем работает только developer MAP-S, когда разрабатывают драйвера для аудио-устройств. Сам аудио-юнит является указателем на структуру. Он имеет шины уходящие и выходящие, может иметь несколько шин. На данном примере я показал remote EO. Это такой аудио-юнит, который работает непосредственно с железом, с аудио-устройством в Apple девайсах. Он служит для того, чтобы воспроизвести звук или записать звук. Аудио-данные, которые мы считали из файла, подаются на input scope шины 1, и через output scope подаются на динамик. В шине 1 мы наблюдаем обратный процесс. Снимаются аудио-данные с микрофона, и дальше моделируется звук, уже поток аудио-данных, которые дальше мы можем сохранять или воспроизводить. Аудио-юниты бывают нескольких типов. Первый output служит для того, чтобы воспроизвести звук или записать звук или генерировать его, то бишь считать из файла. Следующий генератор – это такой тип, который служит для того, чтобы генерировать какие-то звуки, скажем, эхо или какой-то, скажем, искусственный звук. Миксер – это такой тип аудио-юнита, который соединяет два потока аудио-данных в один, и формат-инвертор говорит сам за себя, мы с помощью этого аудио-юнита можем менять тип аудио-данных в аудио-файле. Последний тип аудио-юнита – это эффект. С помощью этого аудио-юнита мы можем накладывать разные эффекты на наш звук. Для того, чтобы создать аудио-юнит, нам нужно определиться с тремя параметрами. Это производитель, в данном случае будет всегда Apple. Второе – это тип аудио-юнита. В данном случае я выбрал эффект. И вот тип. Под тип является типом эффекта, который мы будем применить. В данном случае я выбрал задержку. Итак, сначала мы создаем описание аудио-юнита. После того, как мы описали аудио-юнит, мы создаем аудио-компонент. И с аудио-компонента создаем аудио-юнит. В этот момент аудио-юнит захватывает все необходимые для этого ресурсы. И после инициализации мы можем работать непосредственно с аудио-юнитом. Обеспечивать его данными, которые будем воспроизводить, записывать, миксовать или накладывать эффекты. После того, как мы заканчиваем работу с аудио-юнитом, мы его деминициализируем и освобождаем ресурсы, которые он захватил, вызывал потребительность споуз. Аудио-юнит имеет свойства и параметры. Также с помощью этих свойств и параметра мы можем указывать, к примеру, файл, с которого мы хотим воспроизвести звук, или же куда мы хотим его сохранить, или же время настраивать аудио-юнит, настраивать время воспроизведения, время старта, количество повторений и так далее. Данная структура служит для того, чтобы обеспечить аудио-юнит данных, настроить его время юнита и время старта трека. Следующий параметр – это колбэк, который вызывается по завершению воспроизведения в аудио-юните. Следующее поле – UserData. Мы сюда можем привязать еще один кулбэк, который будет вызываться, к примеру, когда аудио-юнит закончит считывать данные с файлом. В следующем параметре мы можем указать посредственно аудиофайл, путь к аудиофайлу, который мы будем проигрывать, дальше количество повторений, фрейм с которого начать и сколько фреймов проиграть. Аудио-юниты могут объединяться в графах. Для чего это нужно? Как я уже говорил, аудио-юниты бывают разных типов. Скажем, мы хотим одним аудио-юнитом считать файл, а вторым – воспроизвести его. То есть эти аудио-юниты нужно объединить в граф, указать им, с какой шиной соединить и начать непосредственно работу с графом. Для того, чтобы создать граф, нам нужно определиться с таким параметром, как ноды, то есть вершины аудиографа и непосредственно аудио-юниты. Сначала мы создаем граф, потом создаем описание вершин, которые мы будем использовать. После того, как мы создаем описание, мы создаем вершину, и после создания вершин мы соединяем эти вершины в графе. После того, как мы создали описание, соединили их в вершины вместе, мы открываем граф и дальше получаем указатели на наши аудио-юниты с тех вершин, которые мы создали. После этого мы инициализируем граф и дальше начинается непосредственно работа с аудио-юнитом, с аудиографом. В этом месте после инициализации мы можем устанавливать некоторые параметры, скажем, пути к аудио-файлу или же просто напрямую передавать аудио-данные в аудиограф. И когда мы хотим восстановить проявление звука, мы вызываем, когда хотим начать развязывание звука, мы вызываем аудиограф в старт. Вот один из способов, как можно обеспечить аудио-юниты данными. Первый способ мы указываем путь к аудио-файлу. Дальше мы создаем аудиофайл 1, можем создать массив аудиофайл 1 и указать путь к нескольким аудиофайлам. После этого мы создаем таймстенд, то бишь время аудио-юнита и время старта. После этого мы устанавливаем аудио-юниту свойством, в котором говорим, когда начать проигрывание. И можем установить количество файлов, которые будут загружаться перед тем, как начнется воспроизведение звука. Это второй способ, как обеспечить аудио-юнит данными. Мы вызываем аудио-юнит, вызывая файлов, внутри которого мы можем указывать, передавать данные, считанные, или посредственно аудио-юнит. После того, как мы завершили работу с аудио-юнитом, мы вызываем аудио-каус-топ, что остановит наше проигрывание. Но после этого мы можем продолжить работу с аудио-юнитом, вызвав снова аудио-граф-плей. Но после того, как мы вызываем аудио-кью, аудио-кью, аудио-очеред. Граф полностью уничтожит, освободит ресурсы, которые мы выделили для него. Следующий способ воспроизвести звук – это аудио-кью, аудио-очеред. Она гораздо проще, чем аудио-юниты, менее гибкая, но может работать со множеством аудио-форматов. Суть ее в том, что мы создаем некоторое количество буферов, которые заполняем аудио-данными. Потом заполненные буферы передаются с аудио-очередью в систему, которая в очереди проигрывает данные из этих аудио-буферов. Когда аудио-данные проиграли с аудио-буфера, он освобождается, идет снова конец очереди, заново заполняется, вываляется конец очереди и подается снова на железо. Количество этих аудио-буферов мы можем менять. Задав большое количество аудио-буферов, мы гарантируем себя тем, что не будет больших задержек пауз в воспроизведении звука. Например, если мы воспроизводим звук из сети где-то, то поток данных может прерваться на несколько секунд, и те заполненные буферы будут проигрываться и тем самым компенсируют потери, разрывы, небольшие осъединения. Но если мы используем большое количество аудио-буферов, то мы держим много аудио-данных в памяти, что достаточно критично для мобильных устройств. На этом слайде я привел две ссылки на две очень хорошие реализации проигрывоков. Один основывается на аудио-учереди, его автор Мэм Галлахер, он до сих пор поддерживает этот аудио-стример, который он сделал. Он работает с спайлами локально, также может воспроизводить звук сети. Следующий пример это Ригай, сделал наш отечественник, который сейчас живет в Новозеландии. Он базируется на аудио-юнитах, автор Ригай все время его усовершенствует. Если появляются какие-то вопросы, пожелания или вы находите какие-то баги, которые хотите очень быстро исправить, можете просто написать ему. Данная ссылка придет вас на GitHub, где можно найти его контакты свободно. В своем проекте мы используем непосредственно оригами и часто общаемся с этим автором. Последний способ воспроизвести аудио-звук это OpenAL. Кратко ориентировать его можно сказать, что OpenAL это OpenGL в мире аудио. OpenAL достаточно сложен, но очень быстр и позволяет воспроизводить звук с 3D эффектами. OpenAL работает со всеми типами данных, которые поддерживает iOS. Он распространенный, его реализация носит. Библиотеки доступны в интернете, так как OpenAL писал не Apple, а другие авторы. И зачастую используется в генди-индустрии. Итак, подытожить все вышесказанное. Я хочу сказать, что Apple предоставил нам огромные возможности по воспроизведению аудио-звуков. Дал нам аж 5 способов воспроизвести. Подходит для любого случая, который попадался мне еще на практике. Некоторые способы легче, некоторые сложнее. Одни подходят хорошо для проигрывания больших аудио-данных. Вторые хорошо подходят для системных каких-то коротких звуков, нажатия кнопки или приветствия. Третьи позволяют создавать объемные игры, объемные в плане звука. К примеру, шутер, когда стреляют сзади вас. Последний тип, о котором я рассказал о OpenAL, прекрасно подходит для этого способа. На этом все. Если у кого-то есть вопросы, я готов ответить. Да? Подскажите, пожалуйста, для стиминга, для аудио-звукова. Я знаю, есть оборудование. Что ж там? Для стиминга? Ну да, для стиминга. Я помню. Для стиминга идеально всего подходят либо аудио-тюниты, но они гораздо сложнее, чем аудио-кью. Либо аудио-очень, как я уже говорил. На этом слайде я показывал примеры реализации двух библиотек. Они оба работают с аудио-стимингом. Хорошее описание в этой библиотеке. Аудио-тюн. Долгое время не поддерживалось, но в последнее время Мэнгаллэкер начал ее обновлять. Сейчас тоже активно поддерживает. Работал и с обеими реализациями. Сначала нельзя работать с аудио-кью, потом перешел на оригами, так как в оригами была сделана поддержка воспроизведения плака. Есть еще вопрос? Скажите, пожалуйста, в случае, если идет распроизведение из интернета. Возможно, большое количество исключительных ситуаций не дошло, перешло больше, чем положено. И еще одна часть того вопроса, это то, что, допустим, мы организовываем какое-нибудь онлайн-общение, где человек вещает, и мы принимаем этот аудио-парк. Начинаем слушать. Важным показателем во время вещания со стороны, это то, чтобы мы могли проверить качество звука. Потому что, ну, сами понимаете, девайсы бывают разные. И, как быть, и сети IP использовать тоже не всегда удобно в случае, если очень большая дневная сети. Как быть, в плане того, чтобы проверить качество звука, проверить переполнение бутера, потому что, ну, все-таки девайсы не ввести, как вылеченное количество памяти. Ну, и проверить вариант, пришел ли вообще звук, если мы предварительно подрабатываемся. Опять на первую часть вашу. Для того, чтобы не передавать большое количество данных, я уже говорил, существуют специальные аудиоформаты, которые созданы для VoiceOver IP. Потому что они хорошо реагируют на потери, которые с сигналом, как я уже говорил, и занимают гораздо меньше времени, чем тот же MP3. В сравнении. В том, вы можете использовать аудиоубью и создать то количество бутеров, которого она. с сигналом, вы не потеряете информацию, приходят данные в сети, вы заполняете эти аудиоубьюперы, тем не данным, которые получили. Защититься от переполнения, ну, даже не знаю, на практике не было такого, что мы получали больше, чем надо данных. Чаще были проблемы с тем, что получаем гораздо меньше, чем нужно. Если вы получаете сразу очень много данных, возможно, такой вариант, сначала записывать файлы, а потом в SP сайдить с файлом. Возможно, так. Ну, если вы недополучаете данных, то это, несмотря на ответственность, аудиоформат, мы не термогенами, которые используете вы в своем проекте. То есть вы надеетесь на то, что аудиоформат высвечивает то качество звука, которое вы ожидаете? Да, он потеряет аудио данные, заполняет корректно этот аудиоформат, скажем, простым каким-то фоновым шумом или вообще тишиной. Спасибо. Есть еще вопросы? На этом, думаю, мой вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, что пришли. Сейчас мы проведем розыгрыш по нашим анкетам. Пожалуйста, принесите, где-то здесь можно поставить. И в ту очередь мы можем сфотографировать смайль. Подкрепите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.